Мне выпала очень большая честь, и я с великой радостью предоставляю вам доктора Тео Иль Осборн. И я его просто приглашаю на эту сцену. Пусть Господь благословит сегодня и употребит его. Я где-то в 78-м году смотрел тогда первый фильм, который показывали нам, когда Тео Иль Осборн приглашал в Голландию. И тогда королева Голландии, был день рождения, и она его пригласила в эту страну, и он просто проповедовал на поле там. Для нас это было особое переживание. Особое переживание. И я сегодня рад видеть этого человека, мужа Божьего, просто лицом к лицу, я там сижу, я очень близко нахожусь от него, и я получаю от него помазание. Я благодарю Господа, что я вижу его у нас в городе. Милости просим, Тео Иль Осборн. Милости просим, Тео Ильина, Ильина. Милости просим, Тео Ильина. Халлилуйя! Скажите, Аллилуйя! Скажите, Господь Иисус, я Твой служитель. Благодарю Тебя за то, что Ты жив во мне. Благодарю Тебя за то, что Ты веришь в меня. Я совершал много ошибок. Я не был таким, как я должен быть. И я не был таким, как я должен быть. Мне жаль за мои падения. Но когда я стою у подножия Твоего креста, я знаю, что Ты любишь меня. И Ты простираешься ко мне. И я пытаюсь научиться от Тебя. Чтобы я мог прийти в меру полного возраста Христова. Это то, чего я хочу. Я хочу, чтобы Ты не был ограничен во мне. Я знаю, что мой мир нуждается в Тебе. И они найдут Тебя только, когда они найдут Тебя через меня. Помоги мне быть хорошим переводчиком Иисуса Христа. Халлелуя! 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 Вы можете садиться. Сегодня будет хороший день. Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы всегда так чудесно принимаете меня. Вы были очень добры ко мне. И Вы всегда говорили такие хорошие слова. И нам это нравится. У всех у нас есть эго. Поэтому всем нам нравится, когда нас валят. Но на самом деле я говорю Вам истину. Когда Вы станете такими же старыми, как я, Уже не будет иметь значение, что говорят люди. Одни говорят хорошее, другие плохое. Вы научитесь, как, несмотря ни на что, просто продолжать идти. Халлелуя! Халлелуя! Но я все равно благодарю Вас. Потому что я знаю, что это исходит из Вашего сердца. И я хочу поблагодарить вот эту женщину, которая сидит здесь. Пожалуйста, Алина, встаньте. Это замечательная женщина в Вашем городе. Она занимается бизнесом. Она очень успешна. Но более всего, она верующая. Это то, что важнее всего. Но она является примером для всех Вас. Моя жена всегда говорила, Конечно, у меня есть утроба. Но у меня также есть мозг. Понимаете? Когда женщины используют свой мозг. Весь мир Ваш. Это истина. И пусть эта женщина будет вдохновением для Вас. Но она была очень добрая, в разработке замечательной встречи для меня в аэропорту. Спасибо большое. И потом она приготовила один из самых замечательных обедов, которые я когда-либо видел. Я подумал, что мы во Франции. Спасибо вам. И есть еще кто-то, кого я хочу поблагодарить. Вчера он сидел вот там. Где тот человек, который приготовил нам обед там, за городом? У-у-у. Хорошо. Я надеюсь, что я смогу сегодня вечером его еще поблагодарить. Я не буду говорить об этом сейчас. Я буду ждать об этом сегодня. Но сколько пасторов здесь присутствует? Что? Я вижу женщин. Женщины-пастора. Они позволяют это здесь? Халлелуя. Халлелуя. О. И вы знаете, у вас еще нет книг Дейзи. Только представьте, что произойдет, когда у вас будут книги Дейзи. Слава Богу за таких лидеров в церкви, которые не имеют предрассудков против женщин. Халлелуя. Знаете что? Это очень архаично. Знаете ли вы, что есть всего лишь два маленьких стиха во всей Библии? Которые говорят, что женщины должны молчать. Один из них говорит, что они должны молчать. Один из них говорит, что они должны молчать. Другой маленький говорит, что они не должны учить. Некоторые говорят, что они не должны молчать. Но там не сказано, что они не должны проповедовать. Это правда. Это правда. Это правда. И в то же самое время церковь говорит, что ты не можешь проповедовать, но они позволяют вам учить. Традиция ненормальна. Хорошо. Я помогаю вам, женщины. Вы молитесь о будущем Украины. Мы думаем о будущем Украины. И я верю, что ваше правительство уже готово к тому, чтобы открыть двери для великих вещей на Украине. Конечно, я знаю, что у вас очень сильные коммунисты есть в правительстве. И это наследие от предыдущих, прошлых дней. Это как старая политическая религия. Да, это так. Но я верю, что влияние христиан сильнее. И у меня есть сострадание к людям в правительстве. Я очень серьезно говорю. У меня есть сострадание к людям в правительстве. Они одиноки. Большинство из них чем-то напуганы. Они никогда не знают, кто же их настоящий друг. Если они говорят хорошие слова кому-то, то люди прыгают на них, и они хотят что-то от них. Это то же самое, как и богатые люди. У меня есть большое сострадание к богатым людям. Потому что они никогда не знают, кто же их настоящий друг. И они очень рады, когда к ним приходит кто-то не с протянутой рукой, но кто-то, кто хочет и просто быть их другом. Вы не знали никогда об этом? Поэтому молитесь о вашем правительстве. Хорошо? Бог любит каждого из них. Халлелуя! Халлелуя! И кажется, что довольно значительное количество людей в вашем правительстве, хорошо отзываются о нас. I should say, interested in a new future for Ukraine. Или, может быть, мне стоит лучше сказать, что их интересует новое будущее для Украины. Thinking about a new future. Они думают о новом будущем. And it seems they think that maybe we have some ideas that would be good. И они думают, что, по-видимому, у нас есть несколько хороших идей. So we want to share. И поэтому мы хотим делиться. I believe Ukraine is on the map. Я верю, что Украина есть на карте. Для Бога. Для будущего. Для всего мира. Халлелуя! I hope the day will come. Я надеюсь, что придет такой день. When the preachers won't come from Texas and Oklahoma, but they'll come from the Ukraine. Проповедники не будут приезжать из Техаса или Оклахомы, но будут приезжать из Украины. I believe that will happen. Я верю, что это произойдет. I believe that will happen. Я верю, что это произойдет. I believe that will happen. Халлелуя! Can you see that? Вы можете видеть эту фотографию? I know, you can't see it. Но я знаю, конечно, вы не можете ее видеть. Это последняя наша евангелизация в Кампале. Это очень много людей. Вот то, что мы хотим видеть в Киеве. Я верю, что это произойдет. А вы? Могу я вам еще что-то показать? Я вожу с собой эти фотографии, чтобы помучить дьявола. Вы знаете, что это такое? Это международная женская конференция для испаноговорящего мира. Все на этой фотографии женщины. Вот что я хочу увидеть в Киеве. Да! Хотите еще? Бедный дьявол! Павел однажды сказал, что это не в углу происходило. И мне нужно посмотреть, где же это происходило. Это Хайдарабад, Индия. Индия. Индусы. 350 тысяч индусов. И правительство с почетом встретило нас в аэропорту. И мы провели 3 часа с 25 журналистами из всех самых разных газет. И ни один раз они не задали мне саркастического вопроса. Они задавали мне хорошие вопросы. И на передней полосе своей индусской газеты они написали обо мне статью. И вы бы, наверное, подумали, что это я написал эту статью. Правительство штата Андропрадеш. Сказало. Это величайший христианский евангелист в истории нашей страны. И все было мирно и тихо и благополучно. Но на том же месте за неделю до нашего приезда было большое собрание коммунистической партии. И в это время у них были драки на улицах. И несколько людей были убиты. Коммунисты. Мы приходим как христиане. Слава Богу за индийское правительство и за то, что оно поверило в нас. Мы имели мир с начала до конца. 350 человек сидели там и слушали Евангелие Иисуса Христа. Хотите еще? У меня есть еще. Бедный дьявол. Вы знаете, что это такое? Это женщина. Это женщины в Африке. Некоторые из вас женщины. Начинайте проповедовать. И кто-то скажет, о, женщины не могут это делать. А приобретите себе копию этой видеокассеты. И скажите, эй, давайте, меняйтесь, уже 998 год. Женщины проповедуют уже по всему миру. Бедный дьявол. Он ненавидит меня. Но это взаимно. И я побеждаю. Я хочу сказать вам что-то об этом. Когда мы отправились в Уганду. Никого из этих женщин не было в служении. Сегодня в Уганде более тысячи рукоположенных женщин в служении. Бедный дьявол. Бедный дьявол. Бедный дьявол. Я ищу здесь фотографии одной пожилой женщины. Она должна быть здесь. Я думаю, что она вот здесь. Се? Да. Видите? Вот. Вот. Ей больше 70 лет. Она уже ветхая. Не так старая, как я. Но у нее уже не осталось зубов. Но она любит Иисуса. Она старая, сморщенная, вся скрюченная. Когда она увидела мою жену Дейзи. Которая проповедовала этой массе людей. Которая изгоняла бесов. Исцеляла больных. Со Словом Божьим. Эта старая женщина сказала, Эй, если она может это делать, я могу это делать. Да. Никто в организации ни в руку положил бы ее, ни дал бы ей документов никаких. И поэтому она стала проповедовать без документов. Когда мы приехали четыре года спустя. Вот там была она. Сияющая от счастья. И когда я дал ей микрофон, она так хорошо начала проповедовать. И она сказала, Дейзи мне. Она сказала, мне так жаль, что Бог дал нам только семь дней в неделю. И поэтому у меня есть только семь церквей. Потому что каждый день недели я служу в другой церкви. Только семь. Все, что у нее было, имущество, это старая Библия и старый велосипед. Не правда ли Бог чудесен? О, это прекрасно. Хотите еще? Да. Вы знаете, что это такое? Женщины в Индии. Я сказал, в Индии. В Индии женщинам никогда не позволяли ничего делать в служении. Но с тех пор, когда Дейзи приехала туда, они делали. И на индийский язык переведены книги Дейзи. И вот они. Сотни из них проповедуют Евангелие сегодня. О, халлилуйя! Это Евангелие изменяет страны. Вы верите в это? Кто-нибудь возьмите и сверните их аккуратно. У меня есть еще. Но вы уже видели кое-что. Я хочу, чтобы правительство на Украине знало. Сталин окружил эту страну стеной. И они не позволяли вам получать информацию. Но Сталин мертв. И его стена разрушилась. И информация приходит. И Украина занимает свое место в мире. Она будет членом НАТО. И probably of Euro. И Совета Европы. Халлилуйя! И сейчас информация может свободно циркулировать. И свобода, и демократия, и сила основаны на свободе обмена информацией. Мы знаем, что делаете вы. Вы знаете, что делаем мы. Мы благословляем друг друга. И мы вместе растем. И делаем мир лучше. И в сердце Божьем. Не в правительстве. Но в людях. Есть Евангелие Иисуса Христа. Это ядро силы свободной нации. Халлилуйя! Халлилуйя! И я верю, что приближается то время, когда ваше правительство по-иному взглянет на все это. Это будет замечательно. Чем больше свободы есть у нас, чем больше идей мы можем иметь, чем больше мы можем соревноваться друг с другом, а не сражаться друг с другом, но конкурировать друг с другом. Мы предлагаем лучшие проекты. И затем это вдохновляет вас делать более лучшие продукты. И мы вместе можем расти. И мы служим этому миру. Вот то, что будет происходить. Это уже происходит прямо сейчас в вашей стране. Вы верите в это? Ну, это не моя проповедь. Вы готовы для проповеди? Для нашего изучения? Мы изучаем связь Христа. Связь Христа. И прежде чем я скажу это, я скажу, что я подписал 450 своих книг. Брат Анатолий, я хочу, чтобы вы вышли сюда вперед и, пожалуйста, я прошу, чтобы вы помолились. И вот о чем. Я хочу, чтобы ваша вера соединилась с нашей верой. Я просто написал, вчера вечером, после того, как я пришел домой, я подписал, поставил автограф на 450 своих книг. И мы отдадим эти книги в подарок 450 членам вашего парламента. Я коснулся каждой из этих книг. Аллелуя. Я написал свое имя на каждой из этих книг. И каждая книга, которую я подписал, я подписывал ее с молитвой. Что бы Бог благословил эту страну Украины. Что бы Бог благословил вашу страну. Но для этого Бог должен благословить членов вашего парламента. Когда Павел посылал призыв людям. Происходили замечательные вещи с ними. И я послал эти книги вашим чудесным членам парламента. И я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Что бы благословение пришло в их жизнь. И что-то произошло. Мы не знаем как. Что-то произойдет в жизни каждого из них. Что бы они могли сказать. Я думаю, что эта книга — слово от Бога. Я думаю, что она хорошая. Я верю, что Бог сделает что-то. Может быть, они будут спать в постели. И посреди ночи. Может быть, у них будет сон. Может быть, они проснутся и начнут думать. Это книга. Я думаю, мне стоит прочитать ее. Конечно, мы не можем приказывать Богу, что делать. Но мы просто просим, чтобы его благословение было на этих книгах. Давайте мы поднимемся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот исторический момент для Украины. Благодарим Тебя за эту конференцию. Благодарим Тебя за доктора Ти Эль Осборна. Благодарим Тебя, Господь, прежде всего, за то, что Ты предусмотрел это время в Твоем небесном календаре накануне двухтысячелетия Твоего рождения. Сегодня Ты шествуешь особенным образом по всему миру. И сегодня особенным образом Ты двигаешься в нашей стране. И сегодня особенным образом Ты хочешь коснуться жизни тех людей, которых Ты поставил в правительство парламент. Ты сказал, что Твоей мудростью цари царствуют и повелители узаконяют правду. И сегодня мы молим Тебя, чтобы это правительство получило от Тебя мудрость. Ты сказал, что эта премудрость Твоя становится на возвышенных местах. Она становится на площадях и на улицах. И она возвещает к людям, чтобы услышали голос, чтобы обратились к Тебе. Потому что это самое большое, что можно получить на этой земле. Это принять спасение. Это получить исцеление. Это получить жизнь вечную. Отец, и мы сегодня молим Тебя, чтобы через эти книги, чтобы через различные другие источники, эти люди, которых Ты поставил в парламенте, и в различных уровнях власти, чтобы Твоя рука коснулась их могущественным образом. Так как Ты знаешь, как это можно делать. Господь, употреби сосуды Твоих, которых Ты, Боже, пошлешь их туда, которых Ты поставил уже там, и которым Ты уже говорил, Дух Божий. Соединяй всю эту работу вместе. И мы, Господь, верим, что наше правительство будет изменяться. Оно будет принимать Твою мудрость, и оно будет давать справедливые законы. Оно будет учреждать справедливые постановления, чтобы Слово Твое проповедовалось, чтобы, Господь, воля Твоя совершалась на этой земле. Пусть пустыня превратится в цветущий сад. Пусть, Господи, то, что было действительно пустынным, безжизненным, оно принесет сегодня плод. Пусть эта страна увидит свет великий, Господь. Пусть будет радость, как радуется во время раздела добычи, как радуется во время жатвы, Господь. Увеличь эту радость, умножь этот народ. Дух Божий, мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе, Дух Святой, в Твоих чудесах, в Твоих знамениях. Твори сегодня Твоей могущественной рукою через Твоих помазанников, через Твою церковь, через Твоих детей, Господь. И мы сегодня благословляем президента, мы благословляем его семью, мы благословляем исполнительную власть, мы благословляем все уровни власти, мы благословляем милицию, мы благословляем внутренние войска, мы благословляем армию, мы благословляем все структуры Божьи, которых Ты поставил, Божий, в этой земле. Пусть Твое благословение придет на них, на их семья, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! О, Великий Бог! О, Шаправа Мамасая! И еще права Мамасия! Хи-за, Глория! Слео, Денеис! Фриденс Кейдес! Аллалюя! Мы благословляем нашу нацию, мы благословляем пасторов, мы благословляем служителей Твоих, мы благословляем миссионеров, мы благословляем других странах, в России и других странах, наших братьев-служителей, пасторов, евангелистов во имя Иисуса Христа мы благословляем всех сестер мы благословляем всех женщин во имя Иисуса, Аллилуйя пусть эта земля будет благословленной пусть через нее потекут благословления в Европу, во все страны мира во имя Иисуса Христа Аллилуйя и мы просто мы просто счастливы мы так благодарны тебе за эти вещи, которые совершаются на наших глазах, Аллилуйя спасибо тебе спасибо тебе за этот день за Тиэль Осборном благодарим тебя за все чудные и дивные дела твои во имя Иисуса Христа Аминь Аллилуйя вы слышали молитву истинного лидера со страданием за свою страну я знаю, это действительно так у него большое сердце его рука и моя рука написано если двое из вас согласятся на земле о чем бы ни попросили будет это будет 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 от Отца Небесного я хочу, чтобы мы пели эту песню о молитве за Украину ну просто молитву молитву за Украину давайте будем просто петь эту песню молитвы просто веруя что наша страна станет христианская и как в парламенте Америки как в конгрессе как в сенете люди молятся и чтобы здесь тоже в открытии каждого парламента чтобы люди тоже призывали Бога чтобы наши люди имели страх перед Богом чтобы наш президент тоже покался перед Богом чтобы он служил Богу чтобы наши правители знали Бога и жили по его законам давайте помог скажите Бог спаси Украину Бог спаси Украину халлелуя вы можете ходить я верю что это божественное собрание и я хочу ободрить вас брать Санди пожалуйста распространите видеокассету с этим собранием особенным образом с начала до конца до этого момента это свидетельство что христианская церковь на Украине молится за свое правительство это штамп Божьего одобрения смотрите на Иисуса на Украине вы ожидаете нового тысячелетия на Украине назовите это так халлелуя Бог марширует по этой стране вы верите в это? и мы часть этого вы часть этого скажите я часть этого скажите Бог спасет Украину потому что я здесь халлелуя и Бог действует во мне халлелуя это было лучше чем проповедь халлелуя Бог действует и есть такое время когда вам нужно течь вместе с Божьим Духом я чувствую как сердце Божие горит о этой великой стране чтобы она стала лидером восточной Европе я верю что это произойдет и это будет иметь такой успех что другие страны будут говорить мы должны делать так же все как украинцы халлелуя я верю что это произойдет сегодня мы будем говорить о очень важной теме но я думаю что может быть было бы лучше если бы мы говорили об этом сегодня вечером это будет нормально? что делает наше свидетельство достойным веры? я думаю что сейчас нужно предоставить время на то чтобы дать вам книги выйти на улицу и сделать фотографии но давайте будем нести это утреннее собрание в наших сердцах Бог работает на Украине через вас и через меня я просто дам вам эту информацию сейчас мы будем работать на тем чтобы предоставить пастору Сандэю дискеты на которых есть все наши книги и мы будем публиковать их на Украине халлелуя сейчас каждый из вас получит три или четыре книги мы привезли из Москвы но я думаю что эти книги нужно еще раз дополнительным тиражом опубликовать на Украине чтобы они могли быть у каждого и там будет стоять адрес на Украине потому что у вас есть здесь новый союз церквей это правильно это будет замечательный шаг вперед и мы хотим чтобы здесь на Украине люди могли приобретать то количество книг которое им необходимо а брат Макнолти он собирается привезти палатку сюда и мы хотим иметь наши книги чтобы на этих палаточных собраниях люди могли приобретать книги и в ваших церквях и в ваших книжных магазинах чтобы люди могли приобретать книги здесь понимаете все что людям необходимо это информация и я не говорю о том что наши книги лучше всех других нет не говорите об этом но я могу сказать вам что это книги которые выдержали проверку одна из тех книг которую вы получите может быть не сейчас но позднее это книга исцеления больных я написал эту книгу в 1948 году и эта книга выдержала испытания временем эта книга является учебником для библейской школы в больших количествах школ чем какая-либо другая книга в самых различных библейских школах это истина это не какая-то глупая книга это книга в которой нет харизматического фанатизма многие из тех доктрин которые мучат в наши дни они достаточно глупые но давайте поставим наши ноги на твердую скалу Иисуса Христа хорошо и эти книги помогут вам сделать это да я знаю что у нас также есть книга наверное не все из вас смогут ее получить но она есть среди книг которые мы привезли я думаю что это одна из лучших книг которые я когда-либо написал об исцелении. Но очень часто авторы не осознают подлинной ценности своей книги. Авторы должны опубликовать книгу, и потом люди ее, читатели, скажут, насколько она хорошая. И люди всегда больше любили вот эту книгу, исцеление больных. И я перевел эту книгу «Исцеление больных». И я думаю, что это самая лучшая книга. Лучше, чем другая книга об исцелении. А я думаю, что другая книга лучше. Но так или иначе, обе книги хорошие. Но вот здесь мы имеем книгу, которая называется «Прими чудо исцеления». Это другая книга. Она говорит о семи шагах для принятия исцеления. Молодые проповедники, приобретите ее. Прочтите ее. Меморize it. Заучите ее. Учите из этой книги. Проповедуйте ее. И у вас будет чудесное служение. Я говорю вам, есть определенные шаги. Если вы предпримите эти шаги, Бог верен. И люди будут получать исцеление. Но обычно проповедники не делают эти шаги. В особенности проповедники харизматические. Ну или, скажем, пятидесятнические. Потому что харизматические, это просто такое красивое имя, которым они называются. Но мы приходим в возбуждение. И думаем, «О, Боже, у нас есть дар исцеления». Я видел так много проповедников, которые взлетали и падали с даром исцеления. И я так рад, что я никогда не претендовал на то, что у меня есть дар исцеления. Я претендовал только на то, что я христианин. Последователь Иисуса Христа. Проповедник. Его свидетель. Вот кто я такой. Иисус сказал, «Я от себя не могу делать ничего». И Тиелл говорит, «Что я от себя не могу делать ничего». Иисус говорит, «Мой отец мой показывает, что мне делать, и я делаю». Тиелл говорит, «Я вижу в Библии то, что хочет делать Бог, и я делаю это». Иисус сказал, «Отец имеет в себе жизнь, и я имею в себе ту же жизнь». Тиелл говорит, «Отец имеет жизнь, и я имею в себе ту же жизнь». Это очень просто. Но мы должны учить людей. Могу я дать вам небольшой предварительный обзор? Поскольку я все равно не буду учить всего этого. Я буду учить сегодня вечером об этом. И затем завтра вечером мы поговорим об остальном. Когда я был совсем молод, я узнал четыре вещи об исцелении. И я написал маленькую брошюру. Я пришлю ее в Россию позже. И он переведет ее. И потом мы пришлем дискету сюда, на Украину. И вы можете опубликовать ее здесь. Но я назвал эту брошюру так. Четыре истины, которые изменили мою жизнь. Я не могу учить сегодня вас этим истинам. Но дам вам только самые основные идеи. И я дам ее в форме молитвы. И вы, молодые проповедники, вы возьмите эти истины, научитесь им, прежде чем пойдете и будете заниматься исцеляющим служением. Я вырос хорошим христианином баптистом. Они хорошие христиане. Замечательные люди. Они на самом деле верят в спасение. Конечно, они не так уж много верят в исцеление. Но, может быть, мы сможем помочь им. Правильно? И поэтому я действительно верю, что Иисус будет спасать людей. Например, Если вы выведете вперед тысячу грешников, Баптисты верят, что если каждый из них поверит в Иисуса Христа и обратится к Нему, призвав Его имя, каждый из них будет спасен. Нет никакого вопроса. Они верят в это. Потому что спасение для всех. Но если вы приведете тысячу больных людей, Баптисты не верят, что все они могут принять исцеление. Большинство людей нет. И вот что они начинают говорить. Подождите, подождите. Болезнь от Бога. Может быть, Бог использует болезнь. И у них есть целый список причин, по которым, возможно, Бог не хочет исцелять этого человека. И самое первое в этом списке, Может быть, Бог наказывает вас через эту болезнь. Вы никогда не слышали об этом? Может быть, Бог таким образом учит тебя. Может быть, это замаскированная Божья любовь. Может быть, нет Божьей воли на то, чтобы исцелить тебя. Может быть, нет Божьей воли на то, чтобы исцелить тебя. О, ты знаешь, у святого Павла у него были больные глаза. Он был почти с лепой. У него было жало в плоте. И, может быть, у тебя тоже есть жало в плоте. О, у нас есть множество замечательных причин, чтобы не исцеляться. И все они до одной неправильны. Забудьте о них. Это неправильно. Они никуда не годятся. Они противоречат Божьему искуплению. Вот человек в грехе. Мы приглашаем его принять спасение. Но, может быть, не Божья воля спасать его. Вы знаете, но Бог спасает одних и не спасает других людей. О, но, может быть, Бог учит ему чего-то через его грехи. Применяйте то же самое ко греху, что вы применяете и к болезни. Может быть, Бог хочет, чтобы какое-то время он побыл грешником, а потом, может быть, Бог его простит. О, ну вы знаете, что это не Божья воля, чтобы все были спасены. И так далее. Видите, применяйте те же самые аргументы, которые вы применяете ко греху, применяйте и к болезни. Вот четыре истины, которые изменили мою жизнь. Номер один. Болезнь от дьявола. Я никогда не забуду, когда я впервые услышал об этом. И я подумал, что это самая глупая идея, которую я только слышал в жизни. Я сказал, нет, нет. У нас у всех есть болезни. И Бог иногда использует болезни. Но, может быть, Бог учит нас чему-то через болезни. От дьявола? Нет. От дьявола? Нет, нет, никогда. Мне нужно было узнать из Писания, что все болезни от дьявола. И я не могу вас за десять минут научить тому, что требуется десять лет, чтобы научиться. Но вы получите эти книги. И они помогут вам. И они помогут вам избавиться от влияния традиции, которая говорит, что болезнь от Бога. И я совершенно точно убедился в том, что болезнь от врага. Самый простой факт, болезнь — это убийца. Болезнь — это убийца. Болезнь — это то, что убивает людей. Может быть, ваше состояние еще не такое плохое. Но мы называем в английском языке болезнь — это медленная смерть. Это действующая в тебе медленная смерть. Болезнь — это смерть в процессе, до того, как она закончилась. Это семя убийцы. Если вы оставите ее в покое, она убьет вас. Если вы будете хорошо к ней относиться, она убьет вас. Любите ее, заботьтесь о ней, печитесь о ней, и она убьет вас. Она убьет вас в действии. И верующий должен быть разгневан над дьяволом. Сказать, нет, нет, не меня. Мое тело — храм Духа Святого. Но не дом угнетения дьявола. Я могу хорошую проповедь проповедовать об этом. У Иова были воспаления по всему телу. И они были от дьявола. Это просто. Потому что написано, что Сатана поразил Иова. Была в Библии женщина, которая была согнута и не могла распрямиться. Когда вы видите подобного человека, это дьявол. Который делает людей уродами. Иисус сказал, У нее дух немощи. И он заставил этого духу уйти. И она распрямилась. Был человек глухой. И слепой. И Иисус сделал так, что бес вышел из него. И немой стал говорить, и слепой стал видеть. Немота и слепота от дьявола. Был человек, который родился глухонемым. Иисус заставил беса выйти из него. Человек стал слышать и говорить. Глухота и немота от дьявола. Нет никаких вопросов по этому поводу. И есть так много других примеров. Деяние 10.38. Иисус исцелял всех угнетаемых дьяволов. И мне нужно объяснить еще что-то. Когда молодые проповедники понимают факт, что болезнь от дьявола. Они затем начинают совершать ошибку. Они ходят и проповедуют, внушая людям, что если у людей есть болезнь, это значит они люди от дьявола. Это неправильно. Никогда не осуждайте людей за то, что они больны. Это неправильно. О, ты больной? О, ты должен быть в тебе без. Это нечестиво. Вы осуждаете людей. Вы полны предрассудков. Но как объяснять людям? Просто. Просто. Но я бы очень хотел, чтобы вы были в моей стране. Потому что здесь я не очень-то хорошо это могу объяснить. У вас есть термиты? Нет. Вы знаете, кто такие термиты? В моей стране и в вашей стране. Мы знаем, кто такие термиты. Они могут съесть фундамент вашего дома. И у вас может провалиться пол. Да. Это такие, типа муравьев, насекомые. У вас есть термиты здесь? Нет. Вы счастливы. Вы счастливы. Тогда вам повезло. Потому что им не нравится, наверное, холодная погода. Но в нашей стране есть большие компании. Которые зарабатывают миллионы долларов. И они заключают контракт на каждый дом. И дважды в год. Они приезжают на большом грузовике. Они разгружают этот грузовик. И начинают опрыскивать весь дом. Вам необходимо делать это. У вас есть тараканы, да? И вы тоже опрыскиваете против тараканов. Хорошо. И примерно раз в год нужно делать опрыскивание против тараканов, да? Хорошо. Спасибо. Тогда вы поймете мою иллюстрацию. Итак, люди приходят к вам домой и опрыскивают ваш дом. Да? Хорошо. Я задам вам вопрос. Когда-нибудь они опрыскивают вас? Come on. Have they sprayed you? Вот вас лично они опрыскивают. Why? А почему? Because the cockroaches are not in you. Потому что эти муравьи или тараканы, они не в вас. The cockroaches are in the house. Тараканы, они в доме. Not in you. Но не в вас. You live in the house and has cockroaches. Вы живете в доме, а в доме и есть тараканы. Вы понимаете это? Now that's the way, the devil is the cockroach. Мы можем сказать, что дьявол, он как таракан. And your body is the house you live in. А ваше тело это тот дом, в котором вы живете. If you come in the name of Jesus, we're the ones that spray the devil. И когда мы приходим во имя Иисуса, мы опрыскиваем дьявола. But we don't spray you. Но мы не опрыскиваем вас. We don't cast the devil out of you. Мы не изгоняем бесов из вас. You can't have a devil if you have Jesus. Если вы имеете Иисуса, в вас не может быть бесов. Jesus inhabits the house. Потому что Иисус занимает ваш дом. He is Lord. Он Господь. But sickness is the oppression of the devil. Болезнь — это дьявольское угнетение. But his oppression can't affect your spirit. It affects your body. Его угнетение не может воздействовать на ваш дух. Оно воздействует только на ваше тело. Проповедники, очень важно, чтобы вы поняли это. И когда вы проповедуете, пожалуйста, убедитесь в том, чтобы люди понимали это. И когда мы изгоняем дьявола демона духа слепоты или духа артрита или духа немощи приказываем ему уйти из этого человека. Мы не имеем в виду, на самом деле, что этот дух живет в человеке. Нет. Но в теле человека. В теле человека. That's made so much confusion. Потому что непонимание этого приводило к большим смущениям. So I haven't got time to teach you about healing. У меня нет времени учить вас об исцелении. Because we're giving you books. Мы даем вам книги. But I did want to make that clear. Но я хочу сказать, чтобы это было ясно для вас. Итак, первая истина, которую я понял. Болезнь от дьявола. Well, that just shocked me. И это просто шокировало меня. Я читал это. Я нашел все места Писания. Это было впечатляюще. У меня не появилось больше никаких вопросов. Then I thought, oh. Затем я подумал, oh. Oh. Yeah. Да, да, да. You gave me power over the devil. Ты дал мне власть над бесами. Yeah, there. Да, вот здесь. Oh. There. Здесь. Oh. In Mark. Да, в Марке. Oh. Да. Luke. Luke. Yeah. Да, да. I've got power over devils. У меня есть власть над бесами. Wow. My brain was in a whirl. И мой разум начал очень быстро работать. I was a young preacher that had already sold everything I had and gone around the world to India and failed. Понимаете, я был молодым проповедником. Я продал все, что у меня было. Поехал в Индию и там потерпел поражение. Я очень серьезно хотел помогать людям. И, наконец-то, я увидел свет. Болезнь от дьявола. У меня есть власть над бесами. Это значит, что каждый больной, если я могу научить его истины, у меня есть власть молиться за них, запрещать духу болезни, он должен уйти из них. Он должен. Он должен. И они либо исцелятся моментально, если это чудо, или же с этого самого момента болезнь в них умрет, и они постепенно начнут восстанавливать здоровье. Моллилуйя, халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Я сказал моей жене, дорогая, у нас есть ответ, мы можем снова ехать в Индию. И затем, внезапно, О, Боже, я подумал о чем-то. Это не будет действовать. Потому что, может быть, не Божья воля исцелять их. И то, что я понял, когда я там был. Они больны, но, может быть, Бог наказывает их. Может быть, это так любви от Бога. Может быть, Бог, убивая их постепенно, в то же самое время, учит их хорошим вещам. Да. У меня было противоречие номер один. Болезнь от дьявола. У меня есть власть над бесами. Сейчас, вот, я иду в бесы. Вы в проблеме. Вольные будут исцеляться. О, если это не Божья воля. И тогда-то мне нужно было выяснить, права или нет, моя баптистская доктрина. И то, что я обнаружил. Я увидел в Библии так много подтверждений. Это Божья воля исцелить каждого больного, так же, как это воля Божия спасти каждого грешника. То же самое. Традиция отделила это друг от друга, но Библия не отделяет. Бог сказал, я и Иегова Циткину, ваша праведность. Я и Иегова Рафа, ваш Целитель. Давид сказал, он прощает все беззакония твои. И исцеляет все болезни твои. Иисус приходит. И всем, которые приняли Его, он дал власть быть детьми Божьими. И все, которые прикасались к Нему, исцелялись. Иисус сказал, идите и проповедуйте по всему небу.